Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигретки! Сегодня с вами снова я, Тигренадия, и сегодня мы опять поговорим о покупках с Алиэкспресс. Начну я с бижутерии, и первое, что мне попадается, это вот такая вот резинка, она безумно красивая. Я очень давно хотела резинку с джемчугом, хотя бы просто под джемчик что-то такое, да, чтобы на хвост сверху для красоты вот одевать, потому что очень красиво в жизни смотрятся вот такие вот бусинки. Это, конечно, не джемчик, но я буду искать еще что-то подобное. Но пока я на пробу сказала вот это, и очень нравится, как они выглядят вживую, потому что здесь вот эта нитка, она с блестками, как гологрема переливается, и очень-очень-очень красиво смотрится, прям очень. Но цветуют они, вряд ли, красиво. Следующее, я заказала первый раз в своей жизни, вот такой вот ободок с розочками, выбрала именно с голубыми, под цвет своих глаз. Там были разные фиолетовые, розовые, красные, бежевые, всякие-всякие, но я решила именно голубые, тут можно как угодно крутить они на проволоке. Пока вот такие вот маленькие, потому что, мне кажется, большие смотрятся слишком как-то вульгарно на мне, потому что я сама не маленькая, вот, и на крупном лице маленькие розочки будут выглядеть намного приятнее, чем большие. Еще один ободок вот такой вот, здесь камни переливаются как сапфиры с синими цветами, очень красиво, тоже вот такой дизайн, очень красиво смотрится, потому что здесь будто бы такая цепочка переплетает вот эти камни, и выглядит очень даже празднично. Все было очень дорогое, все ссылки я обязательно оставлю, если кто захочет себе тоже что-то такое взять. Я очень давно хотела, вот с синими камушками тонкий ободок. Сейчас сращиваю челку, и мне вот как раз-таки необходимо такое. К этому заказу шли трафареты для ногтей, тоже очень давно хотела, вот такие вот, в клеточку просто. В общем, здесь система такая, вы очищаете свой ноготь, кладете базу какую-то, цвет, потом вот так вот прикладываете к ногтю, и просто уже сверху лаком покрываете того цвета, который хотите, чтобы были вот эти вот решетки. Да, я их здесь не открывала, не помню, сколько здесь штук, но, по-моему, я не помню, правда. Ну, здесь хватит их. Следующий заказ был канцелярский, я заказала вот такие вот наборы наклеек для личного дневника. Здесь их довольно много, и они очень красивые. Сейчас я покажу. Здесь, в принципе, показаны сами наклейки вот сзади, но посмотрим их поближе. Очень качественные, очень. Здесь глянец, здесь наклейки плотные, как для скрапбукинга, такие вот красивые. Очень нравятся вот эти вот квадратики, очень милый бантик тоже, вот эти цветы, и вот эти вот разделители для записей. Потом здесь на такой образовательной основе сделаны наклейки, как бы вот так вот покажу, наверное, да. I love flower. Вот, эти, на тематику цветов я именно захотела. Они, в принципе, все сочетаются по стилю, например, вот эти, да, цветы одинаковые, здесь только больше они. И потом вот здесь вот флажки просто шикарные, обожаю, сама обычные скотчей нарезаю такие. Вот, ну и здесь будут те же самые, по-моему, если нет, или да, честно, не помню. Помню те же самые, да, 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 те же самые в этом наборе идут. А, далее идут вот такие вот наклейки, я уже ножницами их открыла. Очень неудобные такие коробки. Я как-то вам показывала три набора, которых я заказывала из этой серии. Ну, конечно, не именно из этой серии, да, но такого типа наклейки обожаю, просто обожаю. Я выбрала именно Мистический лес, потому что это моя любимая тематика. Сейчас я постараюсь показать вам хотя бы часть их. Да, и они намного качественнее тех, что я заказывала зимой. Последнее, что я сказала, это вот такие вот мини-карты, тоже на такую мистическую тематику мою любимую. И они в виде полароидных карт, еще сделаны тоже для переписок, для разных украшений блокнотов, для писем. Вот, я обычно так использую. Как видите, здесь их очень много, просто вот целая куча этих карт. Также очень качественные, действительно сделаны как фотографии. И вот так вот выглядят эти карты. Обожаю такие карточки, просто. Такие фотографии вообще, этот стиль, он в стиле сумерок, да, очень-очень похоже на город Форкс, да. Очень похоже на стиль Твин Пикс, тоже. Безумно красиво, даже приятно, вообще в руках их держать. Качество невероятно классно, как фотобумага. Но лично мне кажется, что это так и есть. Что это фотобумага. Хотя я не могу ошибаться. Вот. Так что я считаю, что это даже недорого, за такие карточки отдавать. Потому что здесь их очень много, как видите. И они очень качественные. Так что буду радовать своих бумажных душей, этими карточками. И свой дневник тоже. Вот такие вот покупки были. Надеюсь, вам что-нибудь понравилось. Всех любит, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok